Предисловие Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, который сказал «Лучший из вас тот, кто изучает Куран и обучает ему». А затем мы рады представить читателю новый комментированный перевод смыслов досточтимого Курана на русский язык, выполненный под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Данный перевод представляет собой итог семилетней коллективной работы квалифицированных специалистов, филологов, имамов, преподавателей исламских учебных заведений. Нашей задачей было предоставить русскоязычному читателю прежде всего ясное и доступное изложение смысла в священной книге на русском языке, поскольку Куран для мусульман – руководство для жизни, а не литературный памятник. Всякий раз, когда стоял выбор «перевести красиво, но непонятно» или «понятно, но просто», мы отдавали предпочтение последнему варианту. Мы старались по возможности избегать устаревших и чрезмерно возвышенных излишне литературных слов и выражений, а также заимствований из церковнославянского языка. Некоторые переводчики считают, что от употребления подобных слов и выражений текст становится торжественным и величественным, хотя на деле это нередко создает обратный комический эффект. В качестве ориентира мы взяли выдающиеся образцы кратких толкований тафсиров досточтимого Курана прошлого и настоящего. Тафсир аль-Джалалайн – имамов Аль-Махалли и Ас-Суюты. Куран – миджид шейха Махмуда Алюфи. Тафсир аль-Вадых Аль-Муясар – шейха Мухаммада Али Ас-Сабуни. Во время работы мы обращались к авторитетным тафсирам разных эпох, таких авторов, как Ат-Табари, Аль-Матуриди, Ибн-Катфир, Аль-Куртуби, Ан-Насафи, Аль-Алюси и другие. Одной из целей при работе было избежать ошибок, содержащихся в существующих переводах досточтимого Курана на русский язык. В первую очередь, совершенно недопустимо переводить аяты Курана стихами. Всевышний Аллах говорит «Это Куран – слова благородного посланника, переданные им от Аллаха пророку Мухаммаду. Это не слова поэта. Куран – не поэзия. Он не имеет ничего общего с любыми известными формами и жанрами арабской литературы, будь то стихи или проза. Но и в прозаических переводах немало ошибок. К главными же нам видятся следующие. С точки зрения формы, обилия церковнославянизмов, архаизмов и прочих вышедших из употребления слов. Очевидно, переводчик, который злоупотребляет подобной лексикой, желает придать переводу торжественное величественное звучание. Но, как отмечено выше, нередко это имеет комический эффект. Кроме того, это невыполнимая задача, поскольку величие, неподражаемость формы досточтимого Курана можно ощутить, лишь хорошо владея арабским языком и читая священную книгу в оригинале. Главный же недостаток содержательной части большинства существующих переводов – смысловые и канонические ошибки, допущенные авторами. Некоторые из них досадны, но простительны. Другие же простить никак нельзя, потому что они искажают вероучение, догматику исламской религии. Об этом следует написать отдельную работу, и в рамках предисловия мы не можем разобрать их. Среди таких ошибок – придание Всевышнему Аллаху неподобающих качеств, хитрость, обман, и придание Ему смыслов телесности, рук, глаз, утверждения на троне и тому подобное. А также описание пророков такими качествами, которыми их недопустимо описывать, согласно мусульманскому вероучению. Так, возьмем для примера 190-й аят Суры Аль-А'рав. Мы его перевели так. И когда Он, их Господь, дарил им, потомкам Адама и Хаввы в дальнейшем, хорошего ребенка, они стали приравнивать к нему кого-то в том, что Он даровал им. Аллах превыше всего, что они приравнивают к нему. Но посмотрим, как этот аят переведен в одном из самых популярных комментированных переводов. После того, как Он, Аллах, даровал им, двоим, Адаму и Хаввы, хорошего ребенка, они двое устроили для него сотоварищей в том, что Он даровал им двоим. Превыше же Аллах того, что они предают ему сотоварищи, причист, чтобы иметь равных себе. Из этого текста следует, что Адам мир ему и его супруга Хавва стали язычниками, предавшими Аллаху сотоварищей. Да защитит нас Всевышний Аллах от заблуждений. Адам мир ему был пророком, а все пророки, согласно вероучению ислама, безгрешны. Они не совершают грехов, не говоря уже о неверии и язычестве. Адам мир ему и Хавва не могли приобщить Аллаху сотоварищей и слушаться шайтана. Речь в аяте идет не о них, а о язычниках из их потомков. Мы старались в нашем комментированном переводе обойти прежде всего подобные ошибки.